Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиозлушатели, в эфире программы «Разворот». Сегодня её проведу я, Артём Липин, звукорежиссёр Евгений Копеин. И сегодня у нас в гостях директор Департамента благосостояния Риги Ирина Кондрата. Здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира «Неизмены» 67-212-93-9, 67-213-93-9. Много вопросов, конечно, скопилось, много их есть. Ну, наверное, такой самый актуальный, у нас недавно была избрана Новая Ришеская Дума, там сейчас ЦИК, может быть, поменяет какие-то голоса, но в целом уже ясно, какая будет коалиция, ясно примерно, что нас ждёт, и ходят упорные слухи, что будет реорганизован Департамент благосостояния в том числе, что вам по этому поводу известно, какие там ходят, не знаю, разговоры, что ждёт Департамент в ближайшем будущем. Ну, знаете, откровенно говоря, всё это уже так довольно забавно выглядит, потому что мы знаем только то, наверное, что и вы знаете, это то, что появилось в прессе. Ну, что касается всего чего, что появляется в прессе, наверное, мы привыкли уже, что очень много информации, которая где-то появляется в медиа, она не всегда соответствует реальности. Может быть, особенно всего того, что какой-то отрезок времени уже довольно долгий, который касается процессов, что происходит в Риге, в Рижской Думе. Знаете, я вот боюсь иногда по-русски высказаться вульгарно, мне иногда очень хочется. Вот я не знаю, кто вообще до конца понимает, что там происходит, потому что, откровенно говоря, наверное, может быть, даже и те люди, которые выбраны в Думу, и мы очень надеемся, что скоро, ну, как бы сказать, эта политическая власть и придёт, потому что, находясь всё время где-то между, и это называется, работать в режиме, что там иди сюда, это очень трудно. Что касается информации о том, будут ли реорганизированы какие-то департаменты, в том числе наш. Знаете, я всегда стараюсь на это отвечать так, сфера благосостояния в Риге, она очень большая. Фактически, ну, можно сказать так, если там задействовано очень много людей, специалистов, и те, которые получают, фактически, наверное, надо сказать так, те, которым нужно, чтобы этот департамент или эта сфера в Риге была, их ещё больше. Клиентов чего-то у нас очень много и меньше не становится. И потому те вопросы, которые связаны с социалкой, так называемой, и вопросами здоровья, общественного здоровья, они очень щепетильные. Конечно, что идей-то много, особенно у тех, которые, людей, которые выбраны и хотят что-то улучшить. Но, к сожалению, есть очень много, ну, как бы спекуляций на эту тему. Что касается конкретно, чтобы расставить с точки над «и», никто никаким образом из тех, ну, из коалиции, скажем так, новоизбранной, но ещё не утверждённой, нам никаких сигналов не подавал. И, наверное, то, что касается нашей работы, откровенно говоря, нам-то и думать. Конечно, это всё неприятно. Я бы не говорила правду, если я сказала бы нам, как это, опять скажу, вульгарно, по барабану, да? Что там пишут, что там говорят. Так нет, мы же все люди-то живые. Но, понимаете, ситуация в социальной сфере до того напряжённая, что смотреть и вслушиваться в детали, что там кто думает, а нам-то и времени нет. Вообще-то недавно, ну, и ковид-то ещё не кончился. Только что буквально, можно сказать, мы чуточку отошли в сторону той первой волны, которая опять прошла именно по нашей отрасли. Мы были первые вот на этой фронтовой линии, которые получили, как говорится, на полную медики и социальные. В Риге так особенно. И мы опять вспомнили вот то время, когда я только что стала директором департамента, это 13-й год был, когда мы смеялись, это вот буквально в августе меня как бы уцвердили. А там было золото, да? Да, да, да. Как на войне вышли сразу все. И мы вспомнили тот момент, когда вот прошла золото уда, и мы работали ночами, сутками, не отходя, вот сделали свои такие, и не хватало вот той же самой программы государственной. Когда всё это закончилось, и нас приглашали в САИМ, ну, как всегда это. И единственное, что я тогда говорила, я говорю, господи, сделайте что-нибудь, пожалуйста, чтобы на государственном уровне у вас был план, как действовать, чтобы не было так, что мы работаем на частных контактах примерно, да, ну ладно, мы же друг друга знаем-то, да, в разных структурах. И понимаете, вот прошло время-то, и вот самое вот, наверное, болезненное, то, что-то не изменилось, ничего, вот опять эта кризисная ситуация, и на первый момент вот такая тишина вокруг, опять работают те, и работают на тех контактах, да, которые уже, ну, как бы годами профессиональные появились и так далее. У нас есть, ну, как бы сказать, контакты и в области медицины, вне отложки и так далее, полиции. И вот пока государство разворачивается, пока всё разворачивается, идут большие планы. Ну, я так понимаю, что эта реформа, о которой тут вот говорится в СМИ, она как раз состоит в том, чтобы департамент благосостояния разделить на две части, один, который будет больше заниматься вот социальными вопросами, а другой, скорее, там, городской территорией, озеленением и так далее. Наоборот. То, чтобы читать, ну, как мы это понимаем, поскольку мы структуру знаем. Разделить-то хотят именно, это Майо, Клювидес, департамент, присоединяя к нам, ну, это, опять-таки, я говорю, это идеи такие были, присоединяя к нам всё, что называется коммуналка. Ну, это довольно так. Знаете, присоединить-то можно всего к чему. Мой, почему первое, что я уже сказала, понимаете, ой, ну, как бы это сказать, мы, ну, будет, наверное, глупо звучать немножко, но я скажу так, как я это чувствую, мы немножко такие, как солдаты, да. Вот, да-да, мы идём. Я это говорю честно, это не только мои ощущения и мой собственный опыт, поскольку, ну, да, мои коллеги все такие, сотрудники. В основном, основная масса социальные работники, те, которые работают в департаменте, те, которые работают на службах, они вот, ну, вот солдаты. Дальше, это уже мой афоризм, дальше нашего департамента, то есть департамента благосостояния, человек это в Риге, послать никуда. У нас, ну, как бы смещаются все проблемы, и это правда, потому что если где-то есть какая-то недоработка в других сферах, она очень остро именно проявляется в вопросах, которые касаются, ну, того, как человек себя чувствует в городе. Ну, да. У нас у единственных есть этот безмаксос информативный телефон, который все знают, и которым обликнули половину Риги, да, этот по 700-й. Нам звонят о всём. Люди звонят и рассказывают о своих бедах, конечно, спрашивают про социальные вопросы, спрашивают, не кастрируем ли мы котов, к примеру, как там помочь. А у нас спрашивают всё. И разумеется, что если смотреть на этот вопрос, можете ли вы сделать, если вдруг к вам что-то там присоединяют, ну, я говорю, ну, по идее. Но вопрос в другом. Сама социальная сфера на грани разрушения, это, наверное, самое главное. Самое главное то, что надо понять. Годами социальная сфера как таковая, она всё время была игнорирована. Вы знаете, вот это, наверное, та русская, это не пословица, это тоже афоризм, это как этот чемодан без ручки, да, это так говорят, который приходится тащить, не особенно удобно, но бросить нельзя. Вы же знаете, что всегда слово социальное, оно выносится как бы на первые, социальные вопросы у нас приоритетные, бла-бла-бла. У социальной сферы нет политического лоббия и не было никогда. Да, это надо понять. У нас, если посмотреть по цифрам, очень большой бюджет, и много люди говорят, оп, смотрите, какие у вас деньги прекрасные. То, что фактически вообще все эти миллионы уходят на социальную помощь и социальные услуги, ну, как-то говорить не особенно хочется. То, что в Риге хронически не хватает социальных работников, у нас даже по закону получается, что закон говорит, сколько социальных работников должно быть на количество жителей. У нас это хронически не хватает. То, что у нас у социальной сферы, в общем, зарплаты меньше, чем везде перега, да, вокруг Риги. Вокруг, да. Да, это на 200 евро разница. А почему? С чем это связано? Вот, наверное, это ответ. Надо искать, поворачиваясь к тому, с чего я начала. Это не приоритет. Социальная сфера никогда не была приоритетом. Нам что-то давали, чтобы мы могли бы сделать, ну, как говорится, выжить. Это не хорошее слово, наверное, но примерно так. Вот. И с одной стороны, конечно, как я уже говорила, мы-то воины, солдаты. И, может быть, с одной стороны, это давало отрасли хорошие, ну, стимул для развития, потому что ты все время должен думать. Если ты работаешь фронтально с человеком, тебе нету вариантов, там, копошиться в носу и чесать за ухом и сказать, ну, подождите нам, пока там денежку дадут, вы тут, ну, умрете, не умрете. Мы должны думать, как. Проблемы все время, они нарастают. И потому, как бы сказать, каждую вот копеечку обкручиваем, и все время каким-то образом, и не только, что, как бы, именно рижская социальная сфера, она, как бы, флагман в республике, в государстве, ну, и мы имеем очень хорошие отзывы и международные, да. Не зря наши специалисты-эксперты европейского уровня в разных вопросах, которые связаны с социальной сферой и сферой общественного здоровья. И потому, как бы сказать, опять таким кругом пошла большим, да, возвращаясь к вашему вопросу обратно, понимаете, можно сделать очень много что, только вопрос, за какую цену. Это одно. А второе, ну, как бы сказать, если, ну, вот мы подсчитали, нам попросили подсчитать, если мы смотрим вот буквально так, что необходимо в социальной сфере, чтобы мы могли бы работать адекватно. То есть, что это значит? Чтобы у людей была зарплата такая, как в государстве, это одно. А второе, чтобы люди получали нормальным образом все те услуги, которые им необходимы. Не то, что красиво, а то, что надо, чтобы просто человек, целого акцента, ну, это как бы с достоинством, жил. Мне надо 25 миллионов. Мне нужны 25 миллионов. Дополнительно? Дополнительно к нашему бюджету. Понимаете? И это большая сумма. Насколько я понимаю, сейчас недавно было вот это мероприятие, дискуссия Энн Сциловой, где в том числе присутствовал и Мартин Шстакис, который, как говорят, наш будущий мэр, если все пойдет по плану. Удалось ли вам в рамках этого мероприятия с ним пообщаться? И увидели ли вы там хоть что-то, не знаю, какие-то надежды? Я вам скажу так. Эта мероприятия, дискуссия, это фактически был такой наш, ну, как бы это сказать, измисумс, вдруг слово потеряло. Ну, да. Это вот буквально, ну, понимаете, мы... Отчаяние. Отчаяние, да. Вот крик отчаяния. Ну, мы исполнительная власть. Ну, мы не лезем, как бы, там, на первые, вот, там, смотрите на нас, мы тут что-то делаем. Здесь не было вариантов, потому что, видя, куда мы катимся, что мы сейчас не выдержим, у нас не будет людей, которые могут давать услуги, что люди уходят просто вот переигу, да, работать, потому что клиентов меньше, а зарплата больше. Со слезами. Говорят, мы хотим работать, но мы не можем. Проблемы только нарастают, мы решили, что нам надо напрямую говорить с политиками. И было такое хорошее вот время, как раз вот этот предвыборный период, хотя нам одна дама из, ну, тоже таких желающих попасть в Думу, она нам сделала такое мягкое замечание, говорит, ну, это вы могли сделать только потому, потому что теперь пока нет политиков, потому вы такое могли сделать. нам пришлось сказать, знаете, мы что-то вас не боимся. Но этот разговор был очень... Извините, не называя имен, но тогда, мол, прошла в итоге в Думу? Да, прошла. Прошла. Ну, ничего, она хорошая девочка, с ней будет тоже все хорошо. Но дело в том, что, понимаете, мы делали этот разговор как бы в двух этапах, и там не была только ситуация такая, что там мы что-то презентировали. В политике они привыкли, что мы приходим, отчитываемся. А здесь было иначе. Мы показали вот этот ракурс, там были эксперты достаточно, и мы спрашивали им, ну, что вы с этим будете делать. И на первом этапе было очень интересно, потому что было видно, что люди не понимают, как им себя вести, как им... Ну, как, от себя ждут нормальный ответ. Или скажи, я не знаю, что это делать. Ну, честно. И был такой этап, что фактически политики начали... Ну, вот эта предвыборная риторика. Мы там сделаем все. Всем поможем. Мы за все хорошее против всего плохого. Ну, примерно так. Но в тот же самый момент, уже на следующий этап, было видно, что люди начинают понимать. Начинают понимать, первым долгом, что ситуация достаточно серьезная, коль уж мы таким образом выходим на разговор. А второе, да, и нам было очень хорошо видно, ну, когда люди говорят, я скажу так, задумываются. Я привыкла, поскольку я всегда сама модерирую такие мероприятия, и мы не берем там, не закупаем компаний, которые этим занимаются. Мне очень важно посмотреть человеку в глаза, когда он со мной говорит. Вы спрашивали о Мартинше Статисе. Знаете, вот я скажу честно, он был один из тех, вот кому смотря в глаза, я видела в первый момент, вот то, что я говорю, что он, наверное, немножко как бы... Опешил. Да, он... А позже, особенно, когда у нас была встреча, где участвовали сотрудники социальной службы, и одна дама, которая... Она как раз сказала, она говорит, вы знаете, я... У меня магистр Грац, я работаю как раз вот на передовой, вот куда клиенты приходят, а говорит, я очень благодарна судьбе, что я могу работать еще уборщицей, потому что мне не хватает на жизнь, мои деньги, они уходят, единственное, на то, что, ну, фактически, немножко не хватает, чтобы было так, как у клиентов, которые за помощью приходят. Она говорит, а я очень люблю свою работу, я нашла ее именно, я хотела работать с людьми, и я не понимаю, почему меня так не любят там, вот те, которые решают эти проблемы, и то, что вот в тот момент, когда она говорила, она говорит, ну, если департамент не организовал бы, я не могла бы ни в кино, ни в театр нормально сходить, ну, вот каким-то образом. Так, она говорит, и что всегда обидно, но это у нас у всех такая проблема, когда нам говорят, а что-то вы очень хорошо, подозрительно хорошо все выглядите, особенно потому, что дамы везде работают. И я видела, что у Статися, знаете, ну, нельзя так говорить, наверное, про мужчину слезы на глазах, но что-то такое в нем человеческое мелькнуло, и это было, наверное, такое, что, ну, дает какую-то надежду нам, потому что, чтобы понять реальную ситуацию, а не только кляпать политические лозунги, ну, человек должен первым долгом-то человеком быть. Наверное, как-то так. А вы какие-то похожие мероприятия, это первого такого рода, я имею в виду, где вы смогли бы вот так вот в глаза посмотреть политикам, или вы с предыдущей администрацией тоже проводили что-то похожее? Вы знаете, я скажу честно, у нас работа такая, ну, как когда были предыдущие администрации, я не говорю, а погайд администрации, ну, у нас же комитеты, то, что все время разными вариантами, я всегда старалась сигнализировать, что мы вас видим. Конечно, я всегда старалась это сказать примерно так, что, извините, мы не только сотрудники, но мы и избиратели в какой-то момент. Конечно, что все это очень непросто, потому что ситуация в Думе всегда, ну, я в Думе, директором я 7 лет уже буду, ну, в Думе я еще, я, ну, пришла еще раньше. Бактически всю эпоху застали. Да, и то, что для меня, ну, я как бы не первый день вообще работаю, и с большими коллективами, ситуация, она очень такая, ну, как бы сказать, политизированная, и где очень много политики, там вот эта человечность, она где-то рассасывается, мне кажется. Сейчас нам нужно прерваться на небольшую рекламу, после чего мы вернемся, поэтому не переключайтесь. Продолжается программа разворот, Артем Липин в студии, у нас в гостях директор департамента благосостояния Риги, Ирина Кондрата, телефоны прямого эфира, напомню, 67-212-93-9, 67-213-93-9, звоните, задавайте свои вопросы, чтобы не было, как вчера, когда только в конце диалога появились звонки, сейчас самое время позвонить и задать свои вопросы. Мы это в самом начале немного упомянули, про зарплаты соцработников, что они в Риге действительно маленькие, около 500 евро, если я правильно понимаю. Нет. Значит, самая низкая зарплата у нас на данный момент, это то, что называется апрубэта. Это те люди, которые работают в основном в пансионатах, но не только. Именно вот те, которые... Ну, с людьми, которые... Да, разумеется, но это не санитарии, не уборщики. Там на данный момент зарплата получается 670 евро, господи. Ну, это до налогов. Разумеется. Ну, а после налогов, соответственно... Ну, да, руку так и получается, да. И это фактически последний, вот как бы ревок, который мы успели сделать в начале года, еще повысив эту зарплату на 100 евро, и только потому, что там это была единственная позиция, да, где мы еще могли повысить, вот там это было, это 100 евро мы могли добавить, потому что во всех других, абсолютно во всех других категориях у нас достигнута этот, как это, потолок алгу-гресты, да. Мы даже, если нам вдруг, ну, дают какие-то деньги, чтобы мы увеличили зарплату, если пока не изменится законодательство конкретное у нас в Думе, не поменяется, мы не можем даже людям добавить легитимные деньги. А хайлодика вообще в потолке зарплат, вот в этой сфере тем более. У нас, да, в Думе уже долгое время этот вот потолок зарплат, он отличается от того, что как бы, ну, назначено государством. И фактически, ну, это, я знаю, что это... Ну, это хоть как-то объяснили, потому что звучит, что как будто, ну, зачем он... Вы знаете, откровенно говоря, такого абсолютно ясного объяснения за все эти годы мы так и не получили. И если была вот эта маржа все время, что мы могли что-то добавлять, потому что, когда я начала руководить департаментом, мы даже, ну, как бы сказать, у нас были какие-то вакансии, которые мы старались, как бы, ну, распределить таким образом, ликвидируя их, и делая, ликвидируя какие-то штатные места, и оставляя, чтобы людям хоть немножко повысить зарплату, потому что, как бы сказать, ну, эта ситуация, она ужасно неприятная, ну, для работодателя первым долгом, если человек, ну, фактически так, если квалифицированный специалист, вот, он конкурирует, с тобой конкурирует, например, касса Максиме, да, 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 и человек приходит к тебе, вот так, как я уже говорила, со слезами на глазах, что он, он любит свою работу, он прекрасный работник, у него прекрасное образование, но он так семью кормить должен, да, и что еще, наверное, ну, ужасно сказывается на все вот это, как бы вот этот микроклимат, который вообще вокруг Рижской Думы образовался, он всегда был какой-то такой немножко шу-шу-шу-шу, но понимаете, очень страшно, когда ты работаешь, ты делаешь все добросовестно, ты помогаешь людям, ты стараешься как можно сделать все, чтобы было хорошо, а тебе говорят, ну, как в Рижской Думе, у вас же всех вот такие вот зарплаты, вы там все воруете, да, 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 и, ну, как бы, у нас очень много таких, ну, банальных, дурацких ситуаций, люди, понимаете, еще здесь такой нюанс, фактически социальная эта сфера, сфера благосостояния, она отличается от медиков и от педагогов тем, что мы чисто муниципальные, нам не доплачивает ни государство, ни кто-то еще, и мы, ну, крути ты как хочешь, мы работаем-то с людьми нерадостными, да, к нам не приходят, ну, вот сказать, ой, у меня все в жизни-то хорошо, да, приходят люди несчастные, люди злые, люди агрессивные, в основном, и, конечно, вот такие моменты, когда ты видишь, что ты должен уметь, и, чтобы, ну, как бы сказать, помочь-то человеку разобраться, может быть, немножко собраться, но разобраться в себе, чтобы сам себе не видел, помочь и тебе с другой стороны, там, или напишут какую-то противную вещь где-то в СМИ, или еще что-то такое, позвонят, что-то скажут, очень трудно людям работать, и, наверное, вот это самое большое, такое хорошее, что произошло за этих вот семь лет, когда пока вот мы все вместе, как бы, как я руковожу департаментом, это то, что, вот то, что я могу сказать честно, вот команда у нас, вот, и люди все между собой, вот буквально, вот так и держатся, с одной стороны, это может быть неправильно, по каким-то логикам, да, но иначе невозможно, люди все между собой, вот друг дружку поддерживают, и, наверное, таким образом, ну, дается тоже какая-то свобода, что люди знают, что они в ответе за свою работу, они в ответе за то, что они делают свое дело хорошо, друг за друга в ответе, друг за друга, за людей, за которые они, ну, как бы за клиентов, и что еще важно, что ты имеешь право, то, что мне всегда говорят сотрудники, что ты имеешь право на профессиональную, какое-то, вот, творчество, если так можно выразиться, что ты в своей работе можешь применять какие-то мысли, думать, вместе решать, как-то это все вместе так сходится. Мы много говорим о проблемах, тут и очереди, упомянутые вами, тут была новость, конечно, про то, что открывается новый центр, вот, буквально в октябре, кажется. Вы имеете в виду Межроза еще? Да, да, вот, но не очень понятно, правда, кто-то у него будет работать, если не хватка сотрудников. Понимаете, что есть важно, да, сотрудников не хватает, и будет не хватать, у нас все время уходят люди, мало приходят, молодые не приходят, мало приходят, так нельзя сказать, что не приходят совсем. Сотрудники, ну, как, как я уже говорила, мы должны находить варианты, чтобы люди оставались, чтобы люди надеялись, ну, понимаете, это тоже ненормально, долго обещать. Я просто... Но в тот же самый момент, в Межрозе, да, у нас много, как это, поколпуем с недзией, да, значит, те, с которыми, господи, какой-то... Услугодатели, но это не очень... Жуткое слово. Все поняли, что имеете в виду, Я надеюсь, да, с которыми мы заключаем договора, это профессиональные организации, которые свои услуги в конкретных помещениях тогда и предлагают. И это, что важно, например, вот такие услуги, которые появляются в Межрозе, в Межрозе, да, там социальная служба, да, там медицинский центр новый, очень хороший, я очень рада за это. Но, например, у нас очень много услуг, они появляются, как говорится, не в наших только головах, да, мы смотрим, что людям... Ну, вот проблема появляется. Например, там теперь есть новая групповая квартира именно для женщин с умственными проблемами, которые мамы. Понимаете, раньше всегда было так, ну, как если у человека какие-то проблемы умственного характера, они же, ну, как живут, как люди, они же так же самые репродуктируются и так далее, но детей у них очень часто отбирали. И вот какое-то время тому назад у нас одно НВО пришло и говорит, вот у нас есть одна такая семья, ну, если так ее можно назвать, вот у них будет ребеночек, и, может быть, мы можем попробовать. И вот из этого содействия вместе с этим НВО получилась услуга. И теперь на данный момент у нас вот живут там мамы, фактически, ну, если так можно выразиться, им помогают воспитать детей, потому что у детей могут проблемой не быть такого характера, как у родителей или как у мам. И ребенок вырастает, но он все-таки находится вблизи своей биологической мамы, которая учится жить, которая с ним обходится, ну, как полагается, да. Есть новая услуга, где вот в такой среде, потому что там социальные квартиры, это реальный дом, это не какой-нибудь там опять центр. Да, я понимаю. там живут дети из, ну, так называемого детдома, да. Они живут вот тоже как типа квартира, ну, там есть, да, там есть их мама, воспитатель, но они живут той же самой жизнью, вот как теперь у нас нету такого классического детского дома вообще, да, у нас, ну, он считается по всему как таковой, но детский, юношеский центр, он весь работает над так называемой семейной моделью. Они, дети живут так, как живут дети в семье, ну, иногда, может быть, даже и еще адекватнее получается, да. Так что эти новые услуги, они, вот это, вот это то, наверное, что я говорила, вот это, это возможность какого-то профессионального творчества, которое опять дает стимул работать и двигаться вперед, может быть, несмотря на какие-то вот эти все проблемы, о которых я говорила. Я просто все это к чему вел, что это, на мой взгляд, такое хорошее показатель, что вот есть проблема очередей, и как ее можно решить, это построить такой новый центр, который, может быть, он не всем подойдет, но кому-то, вот это одно из решений проблемы. Но пока до этого, вот сколько мы говорили, у меня создается время такое ощущение, что если со стороны, ну, я имею в виду, там, Рижская дума, или государство, может быть, в общем, если со стороны кто-то не поможет, то у вас нет рычагов какого-то вообще решения всех тех проблем, которые сейчас создаются. И там, это в том числе и денежные средства, вот сказали, 25 миллионов нужны, и чтобы убрать этот потолок, и так далее, и так далее, и так далее. Неужто, вот если Рижская дума внимания не обратит, то все? Я бы сказала, первым долгом мы сами Рижская дума. Это тот маленький нюанс. Мы не отдельный какой-то кораблик, который где-то плавает и не может найти берег. Мы и сами Рижская дума, и Рижская дума – это мы. О, прямо слоган получился. И потому проблемы, о которых я говорю, это не мои проблемы. Ну да. Это не проблемы моих сотрудников даже. Это проблемы первым долгом Риги. Потому что, если Рига по какой-то причине не слышит свою отрасль, не слышит своих специалистов, потому что, извините, но у нас в департаменте работают специалисты. Это не просто какие-то тети-дяди, которые пришли поиграть в социалку. И если нас не слышат по какой-то причине или не хотят обращать внимание длительно, эта проблема города становится. А Рига – Латвия. И тогда это уже будет проблема государства. Почему я еще раз хочу расставить акценты? Могут сказать, господи, обалдели они, там у них уже бюджет там 76 больше с хвостиком, да, миллионов, теперь они опять что-то там говорят. В тот же самый момент, понимаете, если длительно не вкладываются деньги нормально в инфраструктуру, что-то ремонтируется, что-то нет. Если недостаточно все время какие-то хвосты остаются, эти проблемы, они никуда не пропадают, они нарастают как снежный ком. И потому я теперь уже таким довольно наглым образом говорю, знаете, вот теперь мы видим и подсчитали, что вот эта сумма такая, пройдет немножко время, эта сумма вырастет, она удвоится. Тем более, что все время что-то происходит в государстве, в социальную отрасль, вообще на муниципалитеты, добавляются новые какие-то функции, ну, из-за этого не следует деньги. И это еще усугубляет ситуацию. И фактически, ну, как бы сказать, эти проблемы, они все сходятся, сходятся ближе. И решить их, и тогда мне надо сказать так, ну, кто-то их решать будет. Будет этот департамент, я, не я, другие, какие, но эти проблемы решать надо будет, потому что за каждой этой копейкой, за каждой этой проблемой стоит человек, и они не пропадут. Люди, они не пропадут из города. Мы говорим о пособиях, мы говорим о пансионатах, это вот наши старики, это наши пенсионеры, да, это наши бомжи, простите. У нас иногда, нам говорят, вот там ваши бомжи, я говорю, это не наши бомжи, мы их, как говорится, не штанцируем у себя где-то. Это, это общая проблема, это наши все люди, и как-то их решать надо будет. Я как-то, ну, мне, вот если чисто по ощущениям говорить, у меня нету такого ощущения, что, ну, совсем вот новый созыв не слышит этого. Мне кажется, что они, ну, они понимают, они, конечно, еще много что не понимают, но они должны это как-то, мне кажется, что ощутить, ощутить, потому что, ну, они, это, конечно, моя надежда, но они-то вышли, как говорится, одна хотя бы часть из того, что называется, ну, мир, людей, они не вышли оттуда, что называется, вот инкубатор политика, вот мы сидели где-то там, вообще не чувствовали пульс жизни, ну, они должны как-то это чувствовать, ну, я надеюсь. Там тоже мы начинали наш разговор с грядущей возможной реформой того, как будут устроены все департаменты и так далее, если бы, как вам кажется, вообще нужна ли, если мы говорим сейчас не про привлечение средств и так далее, а в целом нужна ли какая-то реформа департаменту благосостояния структурная и или, ну, что бы вы сделали? Я могу сказать одно, вот буквально теперь, вот на днях у нас закончился конкурс, например, на руководителя самого большого нашего учреждения, это социальная служба, да, вот, и теперь у нас будет новый руководитель, какие-то структуральные и функциональные изменения, разумеется, мы уже, мы все время это проверяем и смотрим, что сделать. Если мы говорим о каких-то таких больше глобальных изменениях, да, мы очень надеемся на то, что в один момент мы сможем функционально объединить, юридически объединить наши три муниципальных пансионата, потому что они разбросаны по Риге, у нас три, ну, наших, как мы говорим, да, и фактически получается так, что, ну, мы могли бы таким образом еще улучшить работу и вот, ну, поток денежных средств и вообще, ну, как бы эффективнее сделать, еще эффективнее сделать это. Ну, то, что называется радикально что-то менять, тут уже менять-то нечего, мы уже до того все скомпактизировали, и это связано, опять-таки, с тем, что я говорила, когда у тебя, вот, все время ты должен думать, как решить проблему, ну, первым долгом у самого деменции не наступает, это одно, а второе, ты смотришь, как рациональнее, как еще рациональнее, и это не только моя идея, потому что, как я говорю, мы все время находимся в обороте не только между специалистами в Латвии, но и все время в международном обороте. Мы все время о тех вопросах, которые важны Риге, именно нашей социальной системе благосостояния, у нас все время происходят дискуссии с коллегами из Европы и из других стран. И потому, как говорится, мы вот этот термометр, проверяя, как у нас и что у нас, чисто, если мы говорим не о деньгах, а о всем остальном, ну, как говорится, все время вот на таком, ну, как бы сказать, проверяя себя вот по такой шкале, мы как бы идем вперед. Так что каких-то глобальных реорганизаций чисто функционально я не вижу надобности. тогда надо думать, что там реорганизовать. Это только, правда, что-то нам такое, не знаю, капу поорвал, да может быть, еще могли бы к нам присоединить. Я имею в виду, может быть, например, наоборот, разделить департамент, потому что слишком много, и там одни занимаются как раз бомжами, другие занимаются там пожилыми людьми, третьи, дедомами. А кто с ними заниматься будет? Просвещение? Так ведь нет. Я говорю про идеальный мир, где... Видите, так как я говорила, все функции между собой связаны, и нету такого вопроса бомжей. Это уже какой-то радикальный, ну вот последний какой-то этап. Опять-таки, если человек находится, вот, например, в этой категории, да, их мало таких случаев, ну, могло быть больше, но он тоже переходит в какую-то другую категорию, и потому связь между тем, пока вот человек в принципе все эти категории проходят, она, ну, этот круг, эти круги очень разные, и потому вот эта логика, которая работает теперь, она и работает. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, у нас в студии директор департамента благосостояния Риги Ирина Кондрата, у вас есть еще минут пять, чтобы задать свои вопросы, пожалуйста, звоните. Мы не знаем тоже, как в будущем схожатся вот эти все реорганизации и так далее. Если, например, вам предложат должность в департаменте, но не директора, а, скажем, не знаю, там, консультанта, плохое слово в контексте Рижской думы, ну, не знаю, помощника, заместителя, или еще чего-то, вы согласитесь, или все-таки… понимаете, это такое странное… Я даже не думаю о чем-то таком. А, ну, это будет и будет. Понимаете, я скажу так, ну, может быть, это странно будет звучать в контексте всего, о чем мы говорили. я первым долгом и на эту должность, как бы, я не хочу сказать, что почти поддуло пистолетом, но примерно, потому что я руководила делом здоровья и фактически собиралась уходить из думы. Это на 7 лет немножечко… Да, я очень удивилась, что уже 7 лет прошло, мне кажется, зашла, и вот, пожалуйста. Понимаете, ну, я не знаю, ну, я скажу это слово, наверное, я как-то в жизни человек очень верующий, и всегда я была уверена в том, что если я где-то нахожусь, хотя бы мне, может быть, что-то неясное не нравится, значит, так надо. И вот мои коллеги и не только свидетели в том, что в таких разных ситуациях, а ситуации у нас были очень разные за все это время, я очень часто хотела опять, как бы, называется, спрыгнуть, потому что и ответственность, и все, ну, вот, если я осталась, значит, ну, тогда так надо. Если придет время, когда я буду чувствовать, что все сделано, наверное, вот тогда придет момент, когда я могу сказать, ну, и тогда я иду, иду дальше, иду куда надо, а на данный момент, понимаете, ну, за мною люди-то, и очень много их, и они очень смотрят, ну, как я. Держитесь ли? Да. Потому у меня такой ритуал, когда мне спрашивают, ну, как ты, вот как ты, я говорю, знаете, ну, так получилось, что вот у меня в жизни за последние 4 года я потеряла почти всех своих близких со стороны папы, у меня вот как отец умер, и вот так все по очереди, и в тот же самый момент шли все мероприятия, это был конец года, тем более, что я потеряла не только отца, а Латвия потеряла ректора морской академии в его персоне, это было все, ну, такое очень, мне надо было вести мероприятия, мне не было времени не переживать, не плакать, и даже особенно вот, ну, как это, Сайро, да, и я научилась такое новое дело, потому что как только у меня какие-то там слезы в глазах, или кому-то казалось, что я грустная, а тогда мне приходили и говорят, ну что, да, я вот от этого уже не мела, и тогда я нашла вариант, где можно, где девочки могут плакать, девочки могут плакать в душе, когда включена музыка, и тогда, наверное, вот это тот момент, когда, когда мне говорят, сильные девочки не плачут, я говорю, нет, сильные девочки плачут в душе, они проплачутся, высмиркают нос, выходят, пудрят нос, красят губы, идут дальше, Ну, как-то так. И тогда все дела, наверное, как-то укладываются. У каждого у нас, наверное, какая-то своя миссия есть. Ну, я, наверное, такая. Так что мы держимся, делаем. Я очень надеюсь на то, что у людей хватит, ну, как бы это сказать, здравого смысла понять, что все-таки человек, человечность и то, почему у нас одно или другое призвание, все равно ты директор, социальный работник или депутат, оно есть. Это нету просто пустые слова. Ну, я, наверное, еще в своем возрасте в это верю и буду верить до конца, потому что, ну, есть какая-то, наверное, точка отсчета или о том, ну, что происходит после того, когда я что-то сделал. Ну, кто-то спрашивает, ну, как ты сделал свое дело? Я не знаю. Мне трудно по-русски выразиться точно, но я надеюсь, что мысль ясна каким-то образом. Да, мне кажется, это хорошая точка для нашего разговора. К сожалению, вот один человек позвонил, но, как я уже и говорил, слишком иногда бывает поздно, а такую уже последнюю мысль не хотелось бы ничем омрачать. Поэтому у нас сегодня в программе «Разворот» в гостях была директор департамента благосостояния Риги Ирина Кондрата, звукорежиссер Евгений Копеин и я, Артем Липин. Спасибо, что вы были с нами, не переключайтесь.